Русские люди, русский дух, русский мир, русская земля. Сколько привычных слуху слов описывают то, чего на самом деле не существует там, откуда это транслируют. Да, совершенно очевидно, что Россия является и являлась де-факто государством русского народа, то есть Россия национальное русское государство, однако это кажущееся очевидным заявление не имеет под собой никаких юридических оснований, если опираться на существующее в РФ правовое поле. Кто-нибудь задумывался о том, что в русской вотчине России для русских на самом деле нет места? И вообще, что это за этнос такой, если на российских землях русские не значатся титульной нацией ни в одном регионе. Интересно, правда? У всех сколь-нибудь значимых по численности и историческому наследию народов в Российской Федерации есть свои национальные государства-республики и приоритетное право на соответствующую землю. У всех, кроме русских. И если, например, те же татары, пользуясь своей конституцией субъекта Российской Федерации, могут однозначно указать, что именно они являются источником власти в Татарстане и будут правы, то ничего подобного представители русской нации не смогут сделать ни в одной области, городе или муниципальном образовании. Как следствие, требовать защиты законных прав и интересов русского человека от Российской Федерации нельзя в принципе, потому что русских для Российской Федерации не существует. Как не существует и земли, которую можно было бы юридически считать русской. Как не существует институтов, заведений, территорий, за которыми официально закреплен статус русской культуры. Русская земля существует только в больном воображении Владимира Владимировича Путина, да и то находится она вне территории Российской Федерации. Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого союза. Ну хотя бы тогда выходила с чем, с чем пришла и не тащила бы с тобой подарки от русского народа. Именно вот поэтому и вот зачем России так необходимы украинские земли и украинский народ. Ведь без Киева само существование России как русского государства будет под большим вопросом. Нету у них своих земель, которые они могли бы назвать условно своими, русскими. Хотя совершенно конкретные исторические и этнографические данные прямо говорят о том, что настоящих русов, русичей, русских весь мир сегодня знает на самом деле как украинцев. А тех, кто реально называют себя русскими, таковыми не считает даже Конституция Российской Федерации. Мало того, раздаваемые Путиным направо и налево российские паспорта на Донбассе и по всему миру не дают новым гражданам вообще никаких социальных прав, закрепленных в Конституции. То есть русские, проживающие в России, это и так граждане формальные, скажем так, не первых ролей. А новые, подданные с новыми паспортами, которые преимущественно считают себя русскими, это вообще, ну вы поняли. Любопытно, правда? Смотрите. На территории Российской Федерации живет по официальной статистике около 146 миллионов человек. Среди них множество народов, общим числом более 190, каждый из которых имеет свое название. В каждом регионе, где они живут, законность их существования подтверждена местными законными и подзаконными актами, переписями населения. Более того, в Конституции Российской Федерации и федеральных законах можно найти все эти 189 народов. Почему 189? Да потому что русские, которыми по последней переписи назвали себя до 80% населения, на территории самой большой по площади страны мира признаны как народ только в 3-4 республиках на уровне областного, краевого или республиканского устава. Остальные 85 регионов Федерации подобный этнос случайно или сознательно отрицают. По крайней мере, юридически русских в этих регионах не существует. Такое положение вещей создает бесчисленное количество прецедентов попрания прав представителей русского народа в разных отраслях жизни. Даже не попрания, а скорее игнорирования. Потому что попирать права можно у того, у кого они есть, а у того, кого не существует в правовом поле, никаких прав в принципе быть не может. Вместо признания факта существования русского народа и закрепления его прав в Конституции, иных законных и подзаконных актах, в стратегиях развития государства и других документах, имеющих реальный правовой статус, Конституция Российской Федерации предлагает русским уникальный конструкт – оксюмарон. Многонациональный народ. Многонациональный народ Российской Федерации. То есть все и никто одновременно. Вследствие этого появляется дилемма. То ли русских не существует вовсе, ну или их не так много, как показывает официальная статистика. То ли русских совершенно сознательно запирают в дальний угол в пользу полинациональной политики государства. Кстати, по поводу статистики. Есть очень необычный и достаточно информативный метод расчета количества населения в стране. Он называется индекс зерна. И по результатам этого индекса в России живет точно не 146 миллионов человек. Население Российской Федерации меньше. Значительно меньше. Хотите узнать цифру? Мы подготовили для вас отдельный специальный ролик и выложили его на нашем Патреоне. Заходите посмотреть на то, сколько московитов реально живет за поребриком. Ссылка на Патреон в подсказке, описании и первом комментарии. Что же происходит на самом деле? Почему в России не существуют территории, которые можно юридически назвать русскими? Ну то есть, почему у русских нету своей земли? Давайте нырнем в историю. Официальная российская историография абсолютно прямолинейно заявляет, что после так называемого нашествия татаро-монголов, Русь просто снялась со своих исконных территорий и передвинулась в земли, которые позже назовут Московией. Звучит максимально странно и нелогично. Ведь Русь – это огромное государство с городами и селами, а не орда оголтелых кочевников, для которых переселится на новые территории пара пустяков. Исторические документы и находки только подтверждают наши сомнения. Одним из наиболее древних источников, которые могут прояснить этот вопрос, является знаменитая летопись «Повесть временных лет», в начале которой напрямую спрашивается, откуда есть пошла земля русская. Исходный текст летописи, конечно, недоступен. Какого правителя ни возьми, каждый так и норовил переписать исторический документ так, как ему было приятно и выгодно. Воспользуемся же дедуктивным методом, сверим данные в нескольких редакциях, отсечем то, что не совпадает, а все остальное, каким бы невероятным оно ни было, будет условной правдой, на которой московиты строят свою историю. Нестор Литописец в своем труде отождествляет русских со славянами. Славянские и русские языки, то есть племена, у него практически одно и то же. И это очень важно. В нашем исследовании мы рассматриваем слово «Русь» исключительно в узком смысле, то есть не как всю территорию, принадлежавшую русским князьям, славившимся своей тягой к завоеваниям и присоединению новых территорий, а лишь изначально принадлежащие русичам земли. При этом он еще до возникновения науки этнографии четко разделял этносы, пусть и выражал это своеобразно. Славян, дескать, много было, но чехи и поляки ушли в латинское подчинение, приняли католичество. Венгры разбили Великомаравское княжество. Первое болгарское царство насильно взяла под крыло Византия. Поморы и палабы не выдержали атак немецких племен. А те, что остались, образовали ту самую Русь, пока как этнос с маленькой буквы. Все эти племена, по словам Нестора, который, как мы понимаем, был православным монахом, происходили из племени одного из сыновей Ноя и Афета. Они не были единственными его потомками. Также к ним принадлежали Чуть, Мордва, Печера, Пермь, Угры, Литва, Готы, Урмани, Огляни, Римляне, Немцы, Варяги и множество других. И летописец говорит напрямую. Бысть язык славянск от племени Афетова, нарцы, ежесуть Словения. По его словам, пришли они из бывшей римской провинции Норика, потому и нарцы, в восточных Альпах. А позднее, из-за агрессии племени Волохов, произошло расселение славян, из-за которого разыдися славянский язык. Племен, составляющих основной наш интерес, а именно восточнославянских, было четыре. Поляне и древляне поселились под Днепру. Ильмены или ильменские славяне рядом с озером Ильмень. Ну и ляхи, которые седоша вдоль Вислы. Ибо сие только славянский народ на Руси, отмечает Нестор. Поляне, древляне, новгородцы, палачане, дряговичи, северяне, бужане. Среди них всех именно полян, расселившихся по нижнему течению Дуная, называют той самой Русью. Поскольку княжий род начинается с полумифического полянского правителя Кия, который по легенде и создал Русь. Вот и нащупывается та самая нить, за которую нужно потянуть, чтобы узел интриг начал развязываться. К примеру, с ляшеским племенем все просто. Исторически это наименование закрепилось за населением Польши. Сейчас оно воспринимается и нередко из-за этого используется как оскорбление, но это всего лишь этноним. Предками белорусов принято считать Дреговичей, Радимичей, Западных Кривичей. По той же логике поляне русские, которые в будущем основали саму Русь, должны были бы на своем эволюционном пути дойти до россиян. Об этом говорит только словообразование, но совсем не история. По одной из версий, россияне происходят от древлян, славянского племени, которая находилась с полянами в довольно неоднозначных отношениях. Стоит вспомнить хотя бы убийство ими князя Игоря и закономерную месть княгини Ольги. И тогда, несмотря на то, что весь род правителей и высшей знати пошел именно от полян, они все равно должны иметь право на свою землю, как славяне, как русичи. Другая версия, которая распространяется сейчас и получила большое распространение еще в Советском Союзе, гласит, что предками россиян стали вятичи, восточные кривичи и славены новгородские. Так где же история свернула не туда? Или кто ее так повернул? Начнем со второй версии. Ее разрушили очень давно. В случае, если этнос, который определяют, как великороссов, действительно происходит от любого из этих трех племен, то славянами от них и не пахнет. Уже давно доказано, что все эти племена на самом деле были финами, которые просто попали под влияние более развитых на то время славян. И стали славяноязычными. На это, в частности, указывает именитый советский историк Алексеева. В своем труде «Антропологический состав восточнославянских народов и проблема их происхождения» – этногенез финно-угорских народов по данным антропологии. В отношении Ярославской, Костромской, Московской и Рязанской губерний дело решается сравнительно просто. Основу вятичей и поволжских кривичей составляют финно-угорские племена. Славянский элемент в физическом облике средневекового населения очень невелик. В современную эпоху соотношение финно-угорского и славянского компонента меняется в пользу славянского. Однако характер изменения в антропологическом облике свидетельствует лишь о приливе населения из более западных и северо-западных областей обитания русских, а не о смене его. В средневековье основы населения Волго-Окского треугольника составляли ославяниные финно-угорские племена. Это подтвердили также анализы останков в курганах и массовых захоронениях. Первая же версия слегка более размыта, но разрушению поддается даже лучше – гораздо больше данных и исследований. Кто же смог раскрыть правду? Докопаться до нее осознанно или нет пытались многие, но впервые это удалось графу Уварову. Который в 1851-1854 годах возглавил Российскую государственную археологическую экспедицию. Археологи провели раскопки на якобы исконно русских территориях областей, которые сегодня называются Московской, Владимирской, Ивановской, Рязанской и Курской, которые в те стародавние времена входили в так называемую Ростово-Суздальскую землю. Все эти города по-своему привыкли считать символами русского народа. Уваров со своими коллегами исследовал 163 местности и почти 8000 курганов, которые датированы 8-16 веками. Что самое поразительное, ни в одном из них не было найдено останков, которые можно было бы отнести к славянским. На этой территории жило в основном финское племя, которое в трудах этнографов и антропологов называлось Меря. Граф Уваров не оставил дела на полпути и составил подробную карту Мерянской земли, на которой в итоге расположились все самые древние российские города. Вотчина племени состояла из Ростова, Юрьева, Суздаля, Переславля, Владимира, Коломны, Ярославля, Галича, Мерского, Торжка, Твери, Клина и, конечно же, Москвы. С 8 по 16 века на этой территории поселилось мизерное количество славян. Можно было бы с натяжкой сказать, что благодаря им произошла частичная ассимиляция славян и мирян, но это опроверг еще один российский ученый. Позднее труды и находки экспедиции Уварова попали к археологу Богданову, который, исследовав множество черепов и раскопав дополнительно почти полторы сотни курганов, в соответствии с установившейся тогда географией и топонимикой, Великороссия, Малороссия и так далее, установил, что предками всего великороссского населения действительно были миряне, которые, по всем доступным данным, были автохтонным племенем, то есть никаких сторонних примесей в своем составе не имели. Это значит, что в основном в российских городах, которые искренне считают древнейшими административными центрами русских земель, русских попросту не было. Более того, Богданов доказал, что жители новгородских земель близки к мирянскому племени по крови, а территория их расселения была намного больше, чем считал граф Уваров. Если обратиться к названиям тогдашних земель, то реально расселение Мери по территории так называемой русской земли можно расширить даже до Черниговской и Киевской губернии, а на северо-западе и западе до Минска, Новгорода или Оланецкой губернии. Кто же тогда такие те русские и где они теперь? К чему полянское правление привело древлян, уличей, дряговичей и всех остальных? По версии все той же московской машины пропаганды, территория Руси заселили выходцы из Галиции, которые в будущем и стали украинцами. Вот только ученые-антропологи здесь смогли сказать свое веское слово. Именно на территории нынешней Украины и жили те самые поляне и древляне, славяне – южной ветви европеоидной расы, все же остальные относились исключительно к северной. К тому же упомянутая выше автохтонность распространялась и на полян. Они не ассимилировались с пришлыми и соседствующими племенами. Остальные племена на данных территориях появились многим позже и полянам подчинялись. Соответственно, Русь была полянской державой, а по заверениям историков, потомками полян, как прародителей населения Руси, являются как раз украинцы. Также об этом говорит само название государства – Русь Киевская. Ну, хотя другой Руси на самом деле и не существует. То есть русичи, которыми правил Кий и его потомки – столицей государства, что неудивительно стал город-князя Киев. Об украинцах-русичах в своих трудах напрямую говорит уже упомянутая выше Алексеева. На юге европейской части СССР обнаруживается определенная линия преемственности. Племена степной полосы эпохи Бронзы, исключая трипольцев, скиф или со степной полосы – население черняховской культуры – поляне. Поляне антропологически очень сходны с населением черняховской культуры. Черняховская культура была сформирована каким-то более или менее однородным населением, занимавшим обширную территорию, а антропологические различия между отдельными группами черняховцев носят случайный, а не генетический характер. В одной из статей я высказала предположение о генетических связях черняховцев со скифами. Скорее всего, речь здесь идет не о собственно скифах, а об иронизированном местном населении лесостепной полосы, вошедшем в состав скифского царства. Отличия черняховцев от скифов сравнительно легко объясняются эпохальными изменениями черепа. В населении Украины в средневековую эпоху различаются два типа лицевого отдела. Массивный у тиверцев, уличий древлян, волынян и грацильный у полян. Факт большей европеоидности таких племен, как тиверцы, уличи древляне и волыняне, свидетельствует в пользу более поздних связей этих групп с территорией современной Украины, нежели полян. Что мы имеем в итоге? На сегодняшний день Россия, то есть миряне, всеми силами старается взять под свое крыло исконно русскую землю – Украину. Так исторически сложилось, что поляне, то есть украинцы-русичи, до так называемого татаро-монгольского ига на постоянной основе доминировали над многими неславянскими племенами, и миря – не исключение. Первый полноценный контакт мирян и полян упомянут как раз в повести временных лет. Тогда финны впервые подняли оружие на своих соседей под знаменами конунга Хельги, которого на Руси знали как Олега Вещева. Позднее миря все же пришла под знамена русичей, но уже спустя всего век снова начала мутить воду. Как только началась христианизация Руси, княжеская администрация испытала довольно сильные проблемы с взятием под контроль этих земель. Миряне постоянно подбивали своих соседей Кривичей на вооруженные конфликты с местными властями. Ситуация вполне ясна. Те, кто на протяжении веков были подчиненными, решили стать хозяевами. Это можно мотивировать самым разнообразным образом, от экономического интереса до спасения братского в кавычках народа. Но суть не изменится. Раб желает быть господином. Миряне-московиты хотят подмять под себя полян украинцев. И тем не менее, лидерские качества полян, их умение руководить большими территориями, все еще дает надежду мири. Поэтому желание захватить власть над «братским» народом можно также объяснить и с положительной точки зрения. Заметив, что среди полян исторически рождаются серьезные воины и лидеры, а также оценив, насколько слабы или безумны были собственные, ну кого не возьми, от Ивана Грозного до Николая II, миряне закономерно решили, что рано или поздно связь двух автохтонных племен принесет свои плоды. Именно поэтому с давних времен существование всего русского стало идеальным поводом для манипуляций слабыми умами и разнообразных спекуляций. Имеет место простая подмена понятий. Назвав себя русскими, власть России, как и власть СССР, как и власть Российской империи, Московия и других государств, существовавших на этих территориях, просто перетянуло на себя одеяло власти, которое изначально было закреплено за совершенно другим народом. Остается лишь размышлять, почему этот самый народ правителей и владык пытается сегодня просто спокойно жить своей жизнью, а народ подчиненных на протяжении многих веков пытается нагрести как можно больше и править, править, править. Да только правители перевелись. Вот и раздает престарелый Путин российские паспорта на Донбассе, забирает себе Крым и косится на Киев. Кому как не ему понимать, что до гибели земли Мирянской с такой властью осталось совсем немного. Вот он и пытается насильно разбавить свой генофонд теми самыми настоящими славянами, чтобы наконец вписать их как этнос в конституцию Российской Федерации со всеми правами и собственной территорией, которую он намеревается отжать. Только мы же знаем, что ничего у него не получится. Империя доживает последние времена. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А также поддерживайте автора на Патреон, где можно смотреть дополнительные видео, а также ролики до официальных премьер. Для тех, кто любит читать, текст ролика будет доступен на сайте. Всем добра и здоровья! Субтитры подогнал «Симон»